Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстун и мы вновь играем в Стардию Воллы. Итак, ребятки, на чём мы там остановились? Ну знаете, я помню, что у меня в очень плачебном состоянии огород. У нас сейчас весна, мы купили как раз весенние всякие там семена, и в том числе на фестивале я купил семена клубники. Кстати, про этот яичный фестиваль, вы мне написали в комментариях, что я всё-таки мог победить. Для этого нужно было собрать 10 яиц, успеть, и за это дали бы шапку, да? Ну, ладно, ребятки. Кстати, мне кажется, эти мероприятия, они повторяются, нет? Или он такой только раз и больше его уже не будет? Здравствуй, душечка, я знаю, что ты только начинаешь работать с растениями, потому дам тебе совет. Привет. Многие растения живут только один сезон, так что летом все весенние растения погибнут. Рассчитывай с умом, бабушка Эвелин. Вот, знаете, про растения, да. Я не знаю, с умом мы сейчас рассчитаем или нет. О, кстати, смотрите, как хорошо у нас вырос картофель. Это знаете, почему хорошо? Это хорошо, потому что... Так, вот это мы сейчас всё берём. Мотыгу берём. Это хорошо, потому что... А, блин, убери дубину, а то он из-за дубины не хочет открывать ящик. Это хорошо, потому что... Так, что избили меня вообще с мысли, о чём я там говорил. Что хорошо. А, хорошо, что забор у нас. Мы можем теперь забор поставить из-за того, что растение выросло, и раньше всё такое. Так, так, сейчас вырастет, тогда мы уже закроем эту дыру. Ну, я даже, знаете, думаю, нам бы, может быть, и расширить. Нет. Ну, хотя ладно, пускай здесь будет одна клеточка свободная. И знаете, что я ещё хочу скрафтить? Я подумываю о том, чтобы скрафтить каменную дорожку для красоты. Так, ну давайте вот так, штучек 30 скрафтим. А это что такое? Дорожка из гравия? Выглядит как просто какая-то дырка. Ну, не знаю, давайте, кстати, ну давайте маленько 4 скрафтим. Сейчас просто посмотрим, как это выглядит. Вот, допустим, ребятки, дорожка из гравия. А если их рядышком, 4. Ну, так. Ну-ка дайте-ка это, я ещё 2 для полного понимания ситуации. Если я, допустим, двойную дорогу хочу сделать. Вот так она будет выглядеть, с небольшими дырочками. Ну, в принципе, в принципе, это допустимый вариант. А если мы делаем каменную дорогу? Знаете, вот мне почему-то кажется, что дорога из гравия даже симпатичнее. Можно, конечно, пробовать как-то это дело сочетать. Ну, допустим. Допустим. Мы же понимаете, мы сейчас... Тут торопиться не надо, это мы дизайн нашей фермы на века готовим. Мы можем, допустим, сделать как-нибудь вот так. Такую широкую дорогу, прям магистраль. По бокам и в центре. Нет, что-то не то, да? Так, у меня места-то в рюкзаке нету. Давайте маленько освободим место сейчас. Знаете что? Давайте сейчас семена посадим сперва, а потом займёмся дорогой. Для того, чтобы посадить семена. Мы сейчас маленько здесь вспашем землю. Возможно, мы сейчас этот загон ещё расширять будем. Эй, блин, на этом куске ничего нельзя выращивать. Так, теперь мы всё это дело удобрим. Конечно, чтобы всё лучше росло. Нам уже, на самом деле, давно следовало этим заняться. Фермерством. Всё-таки игра про фермерство, а мы всё ходим то в пещеры, то ещё куда. А фермерством-то совсем никто не занимается. Так, теперь у нас 9 семян клубники. Давайте мы сделаем такое здесь, наверное... Я их и брал специально 9 штук, чтобы сделать квадрат 3х3. И у нас здесь вот как раз для этого есть местечко. И есть у нас ещё семена пастернака. Дёшево взяли, они нам очень дёшево обошлись. Слушайте, а у нас, по-моему, есть и не такие дешёвые семена. Что-то, по-моему, дороже ещё было. Вот, семена капуста. Давайте маленько, чуть-чуть вилков капуста, да, тут посаим. Вот тут. А тут на сдачу это... Засаим всё оставшееся пастернаком. И теперь нам всё это дело надо ещё помыть. Ой, помыть, полить. И у нас там собака ещё ругается. Наверное, она говорит, хватит это, заниматься растениями. Забись с собакой. Она, вон, смотрите, в кусты залезла. Как думаете, зачем? Лучше, лучше не знать. Скорее всего, она готовит новые удобрения для наших растений. На самом деле, знаете, мне вот не очень нравится вот этот мой забор. Ну, серьёзно. Я надеюсь, что я потом смогу делать какой-нибудь ещё забор. Мне кажется, он слишком... Ну, как бы он такой. Он вот как бы загон для животных, да. Какую-нибудь там скотину. За таким загоном можно коней. Я не знаю, коров держать. Но вот как для растений он выглядит высоким и некрасивым. Я бы хотел такой маленький заборчик. Такую прям небольшую. Приятненькую оградку какую-то. Может быть, даже, знаете, может быть, даже... Может быть, даже не забор, а вот просто такой бортик грядки. Такой мощёный камнем, допустим. Ну, что-то симпатичное, низенькое. Низенькое, красивенькое. То, что я вижу сейчас, мне не очень нравится. Теперь вернёмся к вопросу нашей дороги. Что если сделать дорогу шириной в три блока? Допустим, в центре вот так... Ну, блин, как-то некрасиво, да, сочетание камня с гравием. Ну, то есть, я думал, может быть, вот так сделать. Ну, нет, это как бы какие-то три непонятных, нелепых полосы. Знаете, мне кажется, я откажусь от камня и буду всё мастить гравием. Мне как-то гравий, по-моему, больше нравится. Наверное, перестарался сразу, сделав так много камня. Ну, я думал, что я буду всё каменной дорожкой делать, что она красивая. Но мне почему-то вот, я не знаю, мне сейчас даже красивее кажется дорожкой из гравием. Красивее всего, что я пока что видел. Деревянная мне тоже не понравилась. А это просто, ну, как бы такое маленькое на контрасте, что-то тёмненькое. Так, чё, сюда пока что не ставится, да? Это потому, что тут земля вспаханная. Но она потом засохнет, по идее, через какое-то время. И всё будет нормально. И тогда мы сможем здесь постелить дорогу. По-хорошему, я даже не знаю. Знаете, у меня такая мысль сделать... Знаете как? Сделать... Эй, погоди. А почему они пропадают? Ой, блин, я не хотел. Они реально рубятся. Я надеялся, что их можно взять. Вот заборчик можно. Взять, а всё остальное нет. Я решил маленько расширить нашу тут грядку. Я её, может быть, ещё и влево потом расширю. Знаете почему? Потому что... Сейчас, ребят, я вам покажу. А, блин, тут ещё какое-то растение растёт. Ну, потом... Я ещё случайно там растение одно снёс. Абсолютно случайно. Ну, ничего, сейчас новое посадим. Ну, конечно, чё? Как бы... Могло бы оно, может, вырасти через пару дней. А так мы его поломали. Ну, ничего особо прямо страшного. Всё, всё, везде посадилось. Ох ты, нифига себе, ребята. Девять. У нас, кажется, закончились наши работы. На этом наши полномочия всё. И манекен, правда, тогда следовало бы, ну, этот... Сюда перетащить в центр. Ну, вот на всё, на что нам хватило сегодня, ребят, энергии. Я вот о чём думал. Видите, здесь как бы дорога туда. Если я буду проводить вот эту дорогу отсюда до вот этого птичника, который у нас будет, то правильно было бы здесь по центру сделать дорогу туда. Ну, и тогда, наверное, вот это здание расширить до дороги. Вот. Какие-то такие меня сейчас мысли посхищают. Так, а нельзя никак, блин, ну, уже семь, как бы вот эту вот как-то землю всё-таки заложить дорожкой гравии? Вот не закладывается. Но я знаю, что потом со временем вот эта земля, у меня уже было такое, она высыхает и становится обычной почвой, если с ней ничего не делать. Так что ладно. Так, теперь декор мы, наверное, весь заберём. Это у нас будет вот в этом сундуке лежать. На случай, если ещё что-то пригодится. И семена, и как бы и мотыга, и лейка, и всё остальное. А ресурсы будут у нас здесь. Картофель забираем. Что у нас ещё есть такого? Что, я знаете, думаю, можно было бы продать? Посадочный материал. Посадите у себя на ферме, чтобы вырастить дуб. Но я не знаю, надо ли мне это. А можно это как бы разделить? Давайте вот так вот возьмём. Маленечко себе оставим, остальное продадим. Попросите кузнеца разбить её. Ну, можно к кузнецу сейчас сходить. Так, давайте, знаете, что сегодня? Я вообще хотел порыбачить, но теперь я очень сомневаюсь в этом, потому что у меня очень мало энергии. Поэтому давайте просто сходим в город. Ну, я не знаю, что-нибудь просто сходим в город. Посмотрим, что мы там можем сделать. Я бы прогулялся, поискал бы, где-то должен быть лук-порей. Это весеннее растение. Я его почему-то нигде не могу найти. Давайте забежим сюда. Посмотрим, точно ли они... А, здесь даже сейчас никто не готов со мной торговать. Новый рюкзак купить за 2000. Хочу, хочу, хочу. Так, погодите. Сколько у меня денег вообще? Общий доход, денег на счету 36 золотых. Да, ну, как бы хочу. Добро пожаловать. Я хочу новый рюкзак, блин, ребятки. Короче, нам надо сейчас выращивать вот эти семена и надеяться, что, ну, как бы потом купить рюкзачок себе за вырученные средства. Привет, привет. Знаете, что я вспомнил? Мы в прошлый раз в музей хотели сходить. Там у мужика, по идее, может быть ключ от канализации. А в канализации там, ну, соответственно, что-то интересное есть. Заперто, открыто, с 8... Да что ж ты будешь делать? Мы опять весь день проработали, и уже слишком поздно. Как тяжело в этом мире, знаете. Кузнец я. И мой отец был кузнецом. Дед мой тоже кузнецом был. Спорим, ты не догадаешься, кем был мой прадед? Нелепым клоуном? Слушайте, я впервые вижу, что с ними можно прям так разговаривать и выбирать. Саркатистический придурок. Не, мне же надо поддерживать добрые отношения, да, со всеми. Кузнецом. Откуда ты знаешь? Интересно, если бы я сказал, что он был придурком, у нас бы отношения с ним испортились. Блин, ну на самом деле это плохо, потому что я хотел к кузнецу зайти, чтобы вот эти... Я же не зря... А, я не взял их с собой. Ну ладно, тогда незачем мне было. У меня была мысль, как зайти к кузнецу с животы расколоть, но я их с собой не взял, так что ничего страшного. Лук, ребята. Мне нужен где-то лук парей, я хочу найти. Хотя бы вот пока у нас... Все равно заняться нечем, энергии нету, но лучок. Вот где-нибудь найти бы нам лучок, ребята. Кстати, а вот просто сбор вот такой вещер. Он не тратит энергии. Не знаю, лук я хочу вот, для того, чтобы в клуб отдать. Давайте тогда уж, раз уж мы тут рядом оказались. Я хотя бы дикий хрен отдам в клуб. Но нам нужен... А тут же не важно, да, в какие слоты. Вот, мне нужно, осталось им лук парей где-то найти. И, наверное, что-то будет хорошее. Уже темно, пора домой торопиться. Ну так, торопиться не спеша. Озираясь в поисках лука. Хотя в такой темноте трудно что-либо найти. Так, ребят, не знаю, я уже... Уже темно, уже пора бежать домой. Я... я теперь это... Так, это... Осторожно... Ну, как бы... Не так осторожничаю, потому что я знаю, что до двух часов. Но, блин, тут темно, что можно сейчас не разобраться, где пробежать. Нормально все, да? Окей. Не знаю, где лук искать. Я вот порвал. Опять, видите, нашел все то же самое. Хрен нашел, нарцисс, одуванчик, лук не нашел. Вот, как бы, беда. С луком у нас какая-то беда. Спать? Да. Ляг, ляг, поспи. О, кстати, один совет. Постоянно забываю. Мне тоже вот под последним видео писали. С утра смотреть телевизор. Ой, так, не так. Прогноз погоды. С вами Козу-5. Ваш источник прогнозов погоды, новостей и развлечений номер один. А сейчас прогноз погоды на завтра. Завтра весь день будет ясно и солнечно. Как бы... Ну, тут... Предсказательница. С вами снова Оракул Велвик. Если вы жаждете тайного знания о будущем, вы пришли по адресу. Духи сегодня очень рады. Они постараются, чтобы никто не ушел домой без целого мешка удачи. Это все, что я пока что могу посмотреть? Ну, говорят, вот когда ты смотришь телевизор, оно иногда как-то влияет. Там хлоп, по телеку сказали, что будет хороший урожай. И стал хороший урожай. Слушайте, а почему... А, мы там вот как раз... Сейчас мы это исправим. Так, а полить-то как раз надо будет сейчас все. Каждый день поливать огород. Все это так неплохо, наверное, энергия, да, тратится на полив даже вот такого участка. Поэтому слишком большой огород, он нас ограничит в действиях. Но если мы каждый день будем с утра поливать... Ну, с другой стороны, мы можем... Там, я не знаю, то, что выращиваем и есть, чтобы восстанавливать энергию. Смотрите, как нехило, да, энергия-то проседает на полив огорода. Может быть, конечно, и без полива все вырастет. Просто медленнее. Ну, допустим, там не за 10... Ну, я не знаю, там, образно не за 8 дней, а за 4, допустим. Ой, ну, наоборот. Смотри, это я только все полил. А когда это все вырастет, это надо будет вытаскивать, новое сажать и так далее. Ой, извините, я случайно. Письмо читай. Уважаемый сосед, надеюсь, вы уже освоились в своем новом доме. Я пишу вам, чтобы сообщить, что теперь у Пьера продаются удобрения. Почему бы вам не заглянуть и не купить немного? Пьер. Ай, самореклама. Так, давайте это, желуди продадим и картошку. Хотя картошку, ну ладно, продадим. А вот то, что я собрал, допустим, дикий хрен. Давай, скушай-ка дикий хрен. Плюс 13 энергии. А смотрите, нарцисс хороший подарок. Но мы его просто продадим. Адуванчик, кстати, неплохо энергии добавляет. Так, адуванчик сейчас даже оставлю у себя на всякий случай. Все остальное, ребята, мы скинем в рюкзак. Так, не, для растений у нас будет вот этот рюкзак. Ну, в смысле, для такого леи, коматыга, семена. То, что периодически нам нужно. Так, а что-нибудь взять с собой, может быть, сегодня, нет? А знаете, чем я сегодня хочу заняться, если честно? Я, мне реально охота заняться рыбалкой. Вот, как бы порыбачить так хорошенько. Посмотреть, что из этого выйдет. У нас как раз 9 утра. Один нарцисс, кстати, можно взять с собой, я думаю. Вдруг нам кому-то понадобится сделать подарок. О, смотрите, а такой адуванчик аж 45 энергии восстанавливает. Я не знаю, сколько нам понадобится энергии на рыбалку. Но возьму с собой на всякий случай. На всякий случай возьму с собой адуванчики и вот этот, как бы, дикий хрен. А вот кирка и топор нам не понадобятся. Да и дубина тоже. То есть сейчас у нас такой минимальный набор на рыбалку. И единственное, что еще такая мысль. Да, конечно, лучше было бы рыбачить с рюкзаком. То есть если ты рыбачишь, а рыбы ловятся. Одна, вторая, третья, разные. И ты, как бы, забиваешь себе рюкзак и не паришься. Но перед тем, как отправиться на пристань рыбачить, давайте зайдем все-таки это. Зайдем в музей. Посмотрим, что там по поводу ключа от канализации. Эй, дай дорогу. Мальчик тоже в музей с утра собрался. Похоже, у вас нет ничего нового для музея. Значит, пора копать дальше. Я вообще-то по поводу ключа. По поводу ключа хотел поинтересоваться. Говорят, у тебя где-то ключ. Есть. Ты же Гюнтер, да? Здесь не хватает книги. Мне надо найти какие-то книги и принести их туда, да? По идее, я здесь должен целые, ну, как бы, это коллекции, наверное, какие-то приносить вещей из-под земли. Тебя, Гюнтер, да, зовут? Да, Гюнтер. Ну, так просто мы от него ключ не получим. Может быть, если мы ему будем приносить какие-то вещи из-под земли, то со временем он нам даст ключ от канализации. Я не знаю. Пойдемте порыбачим. Причем рыбачить ведь можно прямо здесь. Я уж на самом деле забыл, что там жать. Левую-правую кнопку. Так, зеленые водоросли. Сколько? 107 энергии. Сейчас проверим, тратится энергия на рыбалку или нет. Я что-то забыл уже. По-моему, тратится. Ого. Джорджа Кола. Да, тратится. Мне кажется, Джорджа Кола была бы неплохим это подарком для подростка. Эй-эй-эй-эй. Погоди, погоди, погоди. Папа-папа-папа-папа-папа. Сэнфиш. 18 сантиметров. Ну-ка, давайте с моста закинем. Кстати, можно даже не смотреть на этот поплавок. Просто, когда слышишь этот тыр-тыр, сразу жмешь. Да, можно даже с закрытыми глазами рыбачить. Я думаю, может поменять места, там здесь порыбачить, там порыбачить. Попробовать, может быть, где канализация порыбачить. Посмотреть, там какую-нибудь трехглазую рыбу выловить. Говорят, меч можно выловить. Ну, как бы неплохой. Поможет в пещерах. Лучше, чем дубина. Еще я помню, я как-то раз рыбачил, а там вот, где рыбы, еще был сундук. То есть, можно было сундук вытащить. Молоротый окунь. Окунь, ты чего такой малоротый? Не хочешь отсюда рыбачить? А энергию я потратил на закидывание? О, резвая рыбка. Ну, не то что, но резвее, чем обычно. Это сунфиш. Солнечная рыба, а до этого я четко как-то сэнфиш, да? Или как-то так прочитал неправильно. Давайте что-нибудь съедим. Маленько освободим это место. Цейбах плюс 45. Легонькая рыба. Сардина. Эй, что, на камень напоролись или тут слишком мелко, чтобы рыбачить? В чем проблема? Ну, похоже на камушек, там типа вот такого было, наверное, нельзя, чтобы поплавок ударялся об мель. Эх, водоросль. Мне кажется, водоросль, ну, как бы, наверное, просто съедаешь и дальше рыбачишь, мне почему-то так кажется. Но если они нам где-то в будущем пригодятся, то наловим еще, ничего страшного. Сегодня у нас, ребятки, такой спокойный рыбацкий день. Эта рыба даже не хочет подниматься. Мне даже ничего делать толком не надо. Сардина. Новый рекорд, 20 сантиметров. А рыбу, кажется, можно сразу нашему рыбаку продать, да? Ну-ка, рыбак, погоди. Настоящий рыбак уважает воду, ты этого не забывай. Блин, его надо, наверное, дома ловить, чтобы с ним поторговать. По-моему, ему можно рыбу продать. Что это такое? Разбитые очки? Похоже, кто-то потерял очки. Они разбиты в дребезге. Безупречно. Что нам за безупречья? Сардину. Так, давайте... Ой, блин. У нас места нету. Нам бы очки, наверное, надо выкинуть. Так, как здесь вещи выкидываются? Ребят, напомните мне, кто-нибудь. Вот так вот, да? Как бы вот так вот. А, вон, я вижу, корзина есть. О, сундук. Можно еще сундук как-нибудь? Блин. Видите, и рыбу... Вот рыба бы мимо сундука проплывала. Я хочу и рыбку, и сундук. О, сундук есть. Теперь рыба. Мне даже, знаете, рыба не так интересно, как сундук. Да, е-мое. Сардина. Не, сардина понятно. В сундуке что? Уголь. Ну, уголь, знаете, я надеялся что-то прямо интересное. Ну, наверное, в сундуке можно меч найти, да? Вот так же, наверное, из сундука меч. Уголь-то я и так могу добыть. Это как бы для меня не проблема. Предлагаю сейчас, ребят, маленько прогуляться. Тоже, знаете, до канализации. Посмотреть, что там. Можно ли вообще рыбачить у канализации. У нас уже вечереет. К рыбаку бы, правда, это, знаете, тоже днем было бы заглянуть еще, проверить рыбу. Он будет у нас покупать или нет. Ой, блин, там что-то чего-то. Рано вытащил. Еще одни очки. Не, очки нам не надо. Очки себе оставьте. Канализации, если я не ошибаюсь, где-то вот здесь, да? Или надо было на том острове спуститься. Так, давайте глянем. Я здесь, канализация... Нет, она вот там вправо. Так, это у нас что, это случаем не лук-порей? Давайте колу выпьем. Лук, ну, я жгаю лук, но батун. Вот она, канализация. Ну, видите, здесь... Здесь нельзя рыбачить. Ребят, а где лук-порей взять? Вот я что-то, я вот так хожу, ну, как бы... Что-то я его не встречаю просто, как другие растения дикорастущим. У нас уже ночная рыбалка. О, рыбка, давай, поднимайся. Можно я успею сундук взять? А теперь мы тобой займемся. Уйдет рыбка, наверное, и сундук не достанется. Я не знаю, но... Неохота рисковать. Так... Это у нас опять уголь и галавль. Галавль, галавль. Что с тобой делать-то будем, галавль? Давайте вот это с... А, блин, я не могу отсюда съесть, да? Ладно, мы гребешок тогда выкинем, а галавль возьмем. Ну и раз уж такие дела у нас, что-нибудь дешевенькое съесть, вот эта сельдь самая простая. Попробуем. Еще раз очки. На самом деле не идет, да, у нас с рыбалкой. Я надеялся, что, ну, если потратить денек на рыбалку, что сразу в первый день я этот меч и выловлю. Лещ 33 см. Неплохой такой лещ. Правда он обычный, он даже не считается каким-то там желтым. Ну, типа там золотым, серебряным. Так, ладно, 23.50. Пора возвращаться домой. Рыбак, наверное, у нас не будет, да, рыбу покупать ночью. Я даже не знаю, на самом деле, по поводу этой рыбы. Но я, наверное, не буду пока что с ней ничего делать. Попробую ее именно продать рыбаку. Завтра, наверное, да. Или, как вариант, можно под землю отправиться и часть рыбки взять с собой. Ну, просто как это. На пропитание. Даже не знаю, ребятки. Пишите, знаете что? Пишите в комментариях, наверное, чем бы вы хотели, чтобы я завтра занялся. А сегодня уже поздно. Сегодня пора спать. Поэтому на этом мы закончим. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч, друзья.